Каждый из вас хотя бы раз сталкивался с пауками в своей жизни, но натыкались ли вы на невероятно огромных гигантов с длиннющими лапами, ядовитым укусом и жутким видом? Герои этой подборки знают о таких монстрах не понаслышке, ведь им предстояло столкнуться с ними лицом к лицу. Сейчас вы увидите, как это было. В этом выпуске я покажу вам самые пугающие случаи с гигантскими пауками, снятые на камеру. В углу Как часто вы обращаете внимание на темные углы в вашем доме, делая уборку? Если вы обычно обходите их стороной, то лучше этого не стоит делать, ведь в углах часто любят прятаться пауки. Большие и опасные. Это видео – отличное тому доказательство. По всей видимости, гигант сидел в углу достаточно долго. Когда его обнаружили, ему пришлось менять локацию и поспешно сбегать, но, к счастью, он не успел спрятаться повторно. Жильцы поймали его, накрыли кастрюлей и вскоре избавились от неприятной проблемы. Поглядывать стоит не только в темные углы, но и на потолок. Особенно, если вы живете в месте, где крупные пауки – не такая уж и редкость. Этот мужчина, например, заметил у себя на потолке огромного паука-охотника. Размах его ног может достигать 30 сантиметров, а само членистоногая, как всякий уважающий себя паук из сказки, живет в пещере. Тем не менее, иногда оно наведывается в гости к людям. Если это произошло, то не пытайтесь поймать охотника голыми руками. Для поимки такого гиганта нужен хотя бы контейнер. Правда, даже с емкостью поимка может стать непростым занятием. Смотрите, как быстро охотник увернулся от удара и спрыгнул. Интересно, удалось ли его в итоге поймать? Многие люди заводят в качестве питомцев экзотических животных, в том числе и огромных пауков. Что ж, это их дело. Но если вдруг вы тоже хотите поселить у себя дома гигантского членистоногого, смотрите, чем это может закончиться. Паук может попросту сбежать из своего вольера, перепугав всех вокруг, как произошло в этом случае. К счастью, далеко этот гигант не ушел, да и хозяин вовремя заметил пропажу. Вскоре паук был пойман и доставлен обратно в свой вольер. Ванна Представьте, вы приходите домой после тяжелого рабочего дня, набираете горячую ванну, чтобы отдохнуть, но вдруг замечаете, что вас опередили. В ванну уже пробрался огромный паук, который барахтается в воде, как ни в чем не бывало. Ситуация достаточно жуткая, но куда страшнее то, что в случае с этим видео ванну набирали для ребенка. К счастью, членистоногое было вовремя замечено и выловлено. Жутко представить, чем закончилось бы купание, если бы паук остался в воде и напал на ребенка. Стало хуже Что обычно делают люди, увидев большого паука на полу? Кто-то убегает куда подальше, кто-то просто пытается не обращать внимания на гиганта, а кто-то предпринимает решительные меры и идет на убийство. Как на этом видео, паука прихлопывают шваброй. Пару секунд кажется, что угроза устранена, но на самом деле стало только хуже. Монстром оказалась беременная паучиха, из которой буквально высыпались десятки крохотных пауков. Надеюсь, жильцы успели их устранить, ведь иначе вскоре вместо одного большого паука на их кухне покажутся сотни таких же. АД Думаете, десятки мелких паучков, высвободившихся после удара шваброй, это сущий кошмар? Что ж, в целом так и есть, но в этой подборке нашлось место и более жуткой сцене – дичайшему нашествию пауков, которое похоже на настоящий ад. Взгляните сами, пауки заполонили целый дом, так что теперь это по праву их собственность. Они буквально везде – на потолке, стенах и полу. Их настолько много, что стены и потолок местами преобразовались в черные пятна. Такое и врагу не пожелаешь. Думаю, никакие дезинсекторы тут не помогут. Вариант один – сжечь дом. Ну, или хотя бы срочно переехать оттуда. Выводок Кстати, о дезинсекторах. В Австралии сотрудник службы по борьбе с насекомыми заснял это видео. На кадрах мы можем увидеть выводок пауков, которые поселились на крыше одного из домов. Эта картина жуткая сама по себе, но пока что все более-менее терпимо. Сотрудник продолжает снимать это паучье гнездо, как вдруг поднимает камеру выше и натыкается на этого монстра. По всей видимости, он сумел заснять мать-паучиху, которая и ответственна за весь этот беспорядок. Неизвестно, что случилось дальше, но, скорее всего, нападение не произошло. Но, как видно на последних кадрах, паучиха сбежала, оставив сотрудника с переизбытком эмоций. Борьба Следующее видео было снято одним ютубером, который рассказал, что в комнату его друга проник огромный паук. Вот он, длинноногий монстр на стене, зрелище не из приятных. Но это еще полбеды. Когда парень пытается поймать этого паука, тот начинает ускользать от него. В какой-то момент пауку удается сбежать и скрыться в шкафу. К счастью, паук в итоге был нейтрализован, но парню пришлось нелегко. Борьба с длинноногим велась долго. Ситуация в Австралии Неизвестно, насколько опасным был тот паук, который закончил свой жизненный путь в шкафу с вещами. Но автор следующего видео знал изначально. Перед ним находится очень опасный паук. Австралийская вдова. Этих монстров можно легко отличить по красной толстой полоске на теле. Даже находиться рядом с таким жутким пауком страшно, но куда страшнее то, что он движется прямо на автор. Надеюсь, с ним все в порядке, ведь австралийская вдова считается одним из самых опасных пауков не только в Австралии, но и во всем мире в целом. Охотник Вновь мы в Австралии и вновь имеем дело с гигантским пауком. На этот раз в кадре уже знакомый вам паукохотник, настоящий исполин из мира членистоногих. Громадина опять заползла в дом. Незваного гостя пришлось приютить этому австралийцу. Оператор снимает жуткую сцену, за которой не очень приятно наблюдать. Так и хочется крикнуть им двоим, чтобы они поскорее убирались из комнаты и вызывали службу, которая уничтожит членистоногого. Но этот австралиец не из робкого десятка. Спустя какое-то время он поднимается ближе к потолку и берет паука-охотника в руку, убирая его со стены. Что? Кажется, что среди всех гигантских пауков, которых я вам показал, был и самый крупный во всем мире. Удивительно, но это не так. В мире есть паук, который может дать фору всем этим членистоногим. И сейчас вы его увидите. Вот он. Знакомьтесь, птицы-ед Голиаф. Самый большой паук на планете. А вместе с тем и один из самых жутких. Еще бы, попробуй не испугаться паука, который едва умещается на тарелке. Размах ног у этого паука составляет 28 сантиметров. Это чуть меньше, чем у гигантского паука-охотника, которого я уже показывал в этой подборке. Зато комплекция у Голиафа намного более упитанная. Выглядит он очень внушительно. В природе птицы-еды Голиафы встречаются редко. Они живут в горных тропических лесах Южной Америки и ведут ночной образ жизни. Чтобы поддерживать форму, едят они практически непрерывно. Но кого они едят? Неужели птиц? Ведь иначе откуда у них такое название? На самом деле, птичек эти пауки не трогают. Птицы-ед Голиаф охотится на земле, поэтому пернаты вне его рациона. Зато известно, что эти неприхотливые пауки с удовольствием уплетают лягушек, жаб, ящериц и мелких мышей. Благодаря такой диеты пауки Голиафы вырастают до огромных размеров, но одновременно с этим они становятся более заметной добычей для хищных, млекопитающих и птиц. Что касается людей, то для нас птицы-ед Голиаф относительно безопасен. Несмотря на огромные размеры и пугающий внешний вид, этот паук не способен причинить серьезного вреда человеку. Конечно, он может укусить туриста, забредшего в места его обитания, но укус не будет смертельным. Максимальные последствия от укуса Голиафа – это тошнота и обильное потоотделение. К сожалению, этого нельзя сказать о самых опасных пауках планеты, которые отличаются особой ядовитостью. Как вы уже поняли из сегодняшней подборки, Австралия – настоящая кладезь пауков. Среди них есть как не опасные и маленькие, так и опасные и крупные пауки. Сиднейский лейкопаутинный паук не отличается большим размером. В длину он достигает лишь 5 сантиметров. Вместе с этим его по праву называют самым опасным пауком Австралии, а некоторые считают, что он и вовсе является самым опасным пауком в мире. Эти предположения небезосновательны. Сиднейский лейкопаутинный паук очень агрессивный, быстрый и ядовитый. Перед нападением он принимает устрашающую позу, поднимая вверх свои передние лапки и демонстрируя клыки. Клыки у него, кстати, очень сильные и прочные, ими он может прокусить даже ногти. В момент укуса, а точнее нескольких укусов подряд, в организм жертвы попадает мощнейший яд. У человека он вызывает онемение конечностей, подергивание мышц, отдышку и слюноотделение. Иногда все может и вовсе закончиться комой и летальным исходом. К счастью, противоядие от укуса этого паука уже давно изобретено. Но, тем не менее, это не делает этого паука менее опасным. Он все еще настоящая гроза Австралии. Коричневый паук-отшельник Не менее опасный паук живет на другом конце света. Коричневый паук-отшельник обитает в США, где наводит жуть на местных жителей. Сложно не испугаться такого создания с длиннющими ногами, особенно если знаешь, что оно очень ядовитое. Яд коричневого паука-отшельника представляет угрозу для здоровья человека, вызывая локсоцилизм, который проявляется в некрозе кожи и ряде других крайне неприятных симптомов. Яд отшельника атакует красные кровяные тельца жертвы, что может привести к нарушению работы внутренних органов или даже их отказу. После такого летальный исход будет гарантирован. Это само по себе ужасно, но жутко еще и то, что укус этого монстра можно даже не почувствовать. У человека просто могут начать проявляться симптомы, но он даже не будет знать причину. Это делает коричневого паука-отшельника крайне опасным и жутким созданием, с которым не стоит связываться. И напоследок членистоногая, которая несколько лет назад занесли в книгу рекордов Гиннесса с пометкой «Самый ядовитый паук в мире». Это бразильский странствующий паук. Обитает это создание в тропической зоне Южной и Центральной Америки, но его также можно увидеть в Штатах и даже Европе. Туда оно попадает в коробках с фруктами, как правило с бананами. Отсюда и другое название этого монстра – банановый паук. Яд бразильского странствующего паука способен вызвать мышечный паралич, который может повлечь за собой асфиксию и остановку дыхания. В более мягких случаях жертве повезет больше, но симптомы будут не из приятных – аллергия, интоксикация, боль и нарушение зрения. Хорошие новости в том, что на данный момент существует эффективное противоядие от яда этого паука. Но это не значит, что мы полностью защищены. При несвоевременном оказании помощи бразильский странствующий паук без труда запишет очередную жертву на свой счет. Что ж, а на этом все. Напишите в комментариях, боитесь ли вы пауков. И спасибо вам большое за просмотр.